В Октюбинском политехническом колледже сегодня обсуждали насущную проблему. Подростковую преступность, в которой нередко бывают замешаны студенты колледжей. На встрече с главой местной полицейской службы области Каннебеком Жаксогалиевым собрались представители различных учебных заведений. По его словам, ситуация на сегодня стабильная, но заметного улучшения не наблюдается. Поэтому призвал всех к тому, чтобы уделять больше внимания профилактике преступлений. Нас волнуют, в первую очередь, студенты, обучающие колледжу. Поэтому 22 колледжа по городу имеется, в целом по области 44. Мы намерены сейчас сегодня провести с вами, обсудить, принимаем меры. И что мы должны делать при недопущении преступности. В прошлом году, вы сами знаете, состояние преступности возрода на 63%. И в том числе более 6% это совершено студентами колледжа. В этом году нами предпочтали ряд ответственных прохладических мер. Практически наши инспекторы не отдыхают. С преступностью в студенческих кругах стражи порядка борются в том числе и с помощью оперативно-профилактических мероприятий. Так, с начала года в области прошли 13 таких мероприятий, а их итоги заставили задуматься. К примеру, с начала года во время проведения ряда ОПМ зарегистрировано около полутора тысяч административных правонарушений с участием студентов. В основном это нахождение вне жилища после 23.00 без сопровождения законных представителей. В ходе рейда в 2018 году только в управление внутренних дел по городу Ак-Тубе доставлены 620 несовершеннолетних. И почти все за то, что ночью находились в развлекательных заведениях, барах и на улице. Их родители поплатились административными штрафами за то, что не доглядели за детьми. А ведь с этого все и начинается, уверены полицейские. Сегодня по области насчитывается 44 колледжа, 22 из которых находятся в городе. В них учатся тысячи студентов, в том числе из других регионов страны. Осенькин Жалина, Алексей Уразов, программа «Факт». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok